Так, ну раз запись включилась, то, наверное, меня слышно. Коллеги, добрый ранний вечер в Москве. Вот, отлично, у нас уже даже появился отдельный пост для вопросов. Я, наверное, начну с того, что представлюсь. Сегодня мы с вами общаемся в рамках регулярно проводимых эфиров в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Надеюсь, что они для вас интересны и полезны, и сегодня будет тоже. Меня зовут Алексей Ёжиков, я руководитель секции коучинг в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наверное, имеет смысл несколько слов буквально рассказать о себе, чтобы познакомиться. Я по первому образованию математик, по второму клинический психолог и коуч в когнитивно-поведенческом подходе. Работаю с руководителями высшего звена, владельцами бизнеса, топ-менеджментом, членами их семей. Для тех, кто знаком с квалификациями Международной федерации коуча ICF, я квалифицирован как Professional Certified Coach PCC ICF. Кроме этого, я коуч-мастер по версии Ассоциации русскоязычных коучей, еще член правления в Ассоциации русскоязычных коучей. В общем, много всякого разного. Я очень большой апологет научного подхода, научно обоснованного, подходов, основанных на фактических данных. В частности, это линейка когнитивно-поведенческих подходов в коучинге, это evidence-based coaching, ну и, естественно, evidence-based psychotherapy. Также я работаю как психолог-консультант в когнитивно-поведенческом подходе. И последнее, наверное, еще что про себя скажу, что я супервизор психологов и супервизор коучей. Вот, в общем, такими вещами я занимаюсь. Сегодня наша тема, то, о чем я хотел с вами пообщаться и надеюсь, что пообщаться в две стороны, да, что вы не только меня послушаете, но и сможете задать вопросы в комментариях к последнему посту, который вот отдельно сделан для комментариев к трансляции. Сегодня мы с вами поговорим о метафорах, о метафорах, которые возникают или используются в психотерапии, в психологическом консультировании и в коучинге в когнитивно-поведенческом подходе. Мне хочется, опять же, использовать научно обоснованный подход и поэтому разговаривать о метафорах не только метафорами, да, но и вполне такими конкретными, конкретными смыслами. Я вас попрошу для того, чтобы мне чуть-чуть сфокусировать то, что я буду говорить сегодня, напишите, пожалуйста, ваши ожидания или ваши вопросы, или что бы вы хотели услышать, или на чем вы хотели бы сфокусировать свое внимание сегодня, да. Вот здесь у нас десятки участников. Пожалуйста, напишите в комментариях, да, если у вас есть такая возможность, если вы сейчас не за рулем, да, за рулем, пожалуйста, не пишите. Если вы не за рулем, то напишите, о чем вы хотели бы сегодня услышать. Потому что, как известно, да, кто проявляет активность, для того и будет этот эфир, да. Если вы не напишите, что для вас было бы сегодня самое интересное, то это может не прозвучать. Пока пишите, я надеюсь. Наверное, ну, пару слов, да, имеет смысл сказать, что, ну, вообще, сама тема метафор, она уже давно и надолго исследована в таких областях, как лингвистика, например. Вообще, метафора, как вы понимаете, слово древнегреческое, и оно появилось, нетрудно догадаться, еще древнегреков. И, там, Аристотель его использовал, это слово. И, если окажетесь когда-нибудь в обычной Греции, не в древней, а в современной, да, машины времени, наверное, еще не избрели, то вы там сможете увидеть надпись метафора на фургонах, которые занимаются перевозкой мебели, да. То есть метафора – это такой перенос или переведение чего-то, да. Вопрос, чего же, ну, наверное, какого-то смысла. Мы переносим смысл как-то с одного понятия на другое. И, если древнегреки и вплоть до 20 века другие исследователи риторики как искусство и риторики как навыка относились к метафоре именно как вот к той самой риторической фигуре, которая необходима в поэзии, которая необходима в спорах, в конфликтах, в дебатах, то такой лингвистический разворот середины 20 века привел к тому, что внезапно выяснилось, что наш язык конструктивно, в общем-то, практически только из метафоры состоит. Ну, как это можно, какой можно привести пример? Например, я вам скажу, напишите, пожалуйста, ваши ожидания от нашей сегодняшней встречи в окошке Телеграма. И, как вы понимаете, Телеграм из себя окошко не представляет, да. То есть Телеграм – это, ну, если посмотреть, понятно, да, это монитор, это экран, на котором какие-то пиксели горят разными цветами, и никакую створку мы открыть не можем, и воздух оттуда не пойдет. То есть здесь мы видим перенос по определенным свойствам, да, определенного смысла от одного понятия к другому. или я говорю, что... вот тут сейчас давайте я посмотрю в чатик, да, например... ну, здесь в чате этого нет, но вот я фантазирую, да, а давайте определим границу между когнитивно-поведенческой терапией и когнитивно-поведенческим коучингом. Как вы понимаете, и то, и другое – это методологии или, ну, там, подходы, там, некие группы методологий, может быть, да, frameworks, там, не знаю, theories, как угодно, теории, да, как угодно это называйте, которые представляют из себя некую совокупность знаний, рекомендаций, данных и так далее, да. В лучшем случае какие-то процессы человеческой деятельности. И между ними нет границы, ну, не существует, потому что границы есть между двумя участками Земли, или, там, которые отделяют, там, один объем вещества другого объема вещества. И получается, что, опять же, да, мы говорим о том, что даже вот вы, даже говоря об этом, мы используем с вами метафоры. Ну, вот, я все смотрю в комментарии, чтобы увидеть там какую-нибудь такую вот прям метафору ярко заметную, да, но вот пока еще не очень вижу, да, но вот, в общем, можете поверить мне пока на слово, что их довольно много. Вообще, впервые это заметили, ну, или подробно разработали и описали в даже специальной книге, замечательной, которую я сейчас держу в руках, Джордж Лаков и Марк Джонсон. Вот я иногда буду показывать книжечки вот такие, потому что я люблю книжечки, да, поэтому буду их вам показывать. Ну, они как конструктивисты, да, написали книгу «Метафоры, которыми мы живем». Она была опубликована университетом Чикаго в 1980 году, чуть постарше, чем я. И, собственно, Лаков и Джонсон довольно подробно рассказывают о том, почему наш язык практически весь состоит из метафоры. Кто-то из вас мог слышать про такого ученого Коржипски, который... Сейчас, извините, я завис, да, наверное, который... Я просто сейчас думаю, не путали двух человек. Исследовал, прошу прощения, да, вы сейчас можете проверить, забить это в поисковике и меня поправить в комментариях. Это вообще всегда приветствуется, если я как-то отхожу от фактологии. Так вот, короче, исследовал базовые смыслы. Да, то есть, вот рождается ребеночек. У ребеночка еще никаких смыслов нет. Ребеночек вообще взаимодействует с окружающей средой те... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, что ж такое? Вот, мне кажется, я должен был сейчас включиться нормально. Я прошу прощения, что с интернетом я перешел на дублирующий канал. Что-то, в общем, мне все про ребеночка никак не удавалось рассказать. Так вот, поскольку он мало сначала различает, в какой-то момент ребенок начинает переворачиваться. И тут, оказывается, в жизни ребенка появляется верх и низ. Потом, в какое-то время в жизни ребенка появляются ближе-дальше, еще какие-то вещи, которые он чувствует телом, именно телесно. И там уже где-то у ребенка начинается накопление вот этой речевой информации. Ребенок ее еще не понимает полностью, ну, в смысле, совсем немного. Он начинает сравнивать какие-то звуки, которые произносят мама и папа, с тем, что он видит перед собой. Ему показывают, говорят, вот это аф-аф, да, вот это мяу-мяу. У ребенка это начинает сочетаться в голове, и даже если он еще не может это назвать, да, начинают появляться некоторые первые слова, которые указывают на какие-то физические вещи. А потом, чем больше ребенок учится языку, тем больше, и оказывается для него абсолютно незаметно, что в языке какие-то вещи определяются через другие, да, что, например, когда ребенок уже становится постарше и понимает там расти в доходе, например, да, что очевидно, ну, никто не растет, и доход не растет. Он увеличивается, но увеличение не означает рост, это не одно и то же. Рост – это рост чего-то живого, да, и там прорастание, они разные семантически. И, в общем, оказывается, да, если вы начнете за этим наблюдать, то у нас очень-очень много метафор в речи. И это не наблюдаем ни мы с вами, если мы к этому не присматриваемся, ни наши с вами клиенты. И более того, наверняка вы можете вспомнить много ситуаций, когда к вам приходит клиент, клиентка, неважно, и говорит, «Вы знаете, я уперлась, я в тупике, я как будто бы уперлась в стену, меня душит, там, я не знаю, пустота в моей душе, вот, и так далее». Напишите там в чатике, если вы с таким встречались, да, если было у вас такое, что клиент вот начинает отгружать какие-то метафоры сразу и сходу. И мы прекрасно понимаем, что в когнитивно-поведенческом именно подходе, да, с такой проблемой нам довольно сложно работать. То есть, когда мы пытаемся поставить цель терапевтическую или диагностировать, да, какие-то вещи, определить, что у человека, да, нозологически, какое сейчас состояние, да, у нас возникают проблемы. Нам это приходится, метафорически выражаясь, да, приземлять на конкретную симптоматику, конкретные жизненные проблемы, какие конкретные действия у вас не получаются, да, какие конкретные результаты вы не можете получить, там, не можете устроиться на работу, не можете, там, как-то качественно проводить время с семьей и так далее, да, вместо того, чтобы говорить о тупике. Заметьте, да, я не знаю, тоже, отметьте там где-нибудь, обратили ли вы внимание на то, что я использовал метафору, когда сказал приземлить, да, потому что, очевидно, мы никуда не приземляем нашего клиента, это тоже метафора. А бывает наоборот. Бывает такое, что клиент очень сильно в голове, да, у него такая рационально-эмотивная диссоциация. Такое особенно часто бывает, ну, вот я, например, специализируюсь, много работаю с людьми с комплексным посттравматическим стрессовым расстройством вследствие пролонгированной детской травмы, да, насилие, неглект в семье, абьюз, сексуализированное насилие регулярное, да, со стороны родственников и так далее. И у таких людей очень часто, ну, у людей с этим состоянием очень часто есть вот эта вот рациональная-эмоциональная диссоциация, да, из-за того, что настолько тяжелые были пережиты события, переключение фокуса внимания полностью в рациональные формы мышления, отделение от испытывания своих собственных эмоций, понятно, да, с одной стороны, соматизируется, а с другой стороны, люди с трудом заходят в какие-то метафорические контексты. Это чуть реже бывает с женщинами, а в силу мужской гендерной социализации, да, еще очень часто бывает с мужчинами. И таких людей вывести в какой-то метафорический контакт бывает довольно сложно, да, и тогда возникает вопрос, зачем и нужно ли это вообще. То есть один тип клиентов, конечно, не делятся на два типа строго, да, давайте с вами будем говорить тоже объективно, да, как по факту, но у нас скорее есть спектр, да, на одной стороне спектра находятся те клиенты, кто вообще разговаривает метафорическим языком, да, и вот все вот как бы пытаешься понять, что там уже какая метафора на метафору уже навернулась, это, кстати, тоже метафора, да, я сейчас использовал, но уже все, теряешься где-то. Либо наоборот, люди такие числовые, параллельные, перпендикулярные, значит, логика от сих до сих, там, объясните, чем такая-то эмоция конкретно отличается от такой-то, а то я там внутри себя понять не могу, рассматриваю сам себя от третьего лица и так далее, да, другая сторона спектра, люди, у которых с метафорами трудно. И вот есть весь этот отрезок, и это касается и наших клиентов, и нас с вами, да, то есть вы подумайте про себя и попробуйте прикинуть, а я вот на какой стороне нахожусь этого спектра, я где-то посерединке, я где-то ближе к людям, которые разговаривают метафорами исключительно, да, такими яркими, или я скорее ближе к параллельно-перпендикулярному такому дигитальному, да, краю. И вот когда в рамках сессии встречаются два одиночества, терапевт и клиент, или коуч и клиент, не суть важна, там может возникать дисконнект. Например, очень сильно метафоричный такой потоковый клиент, да, но я сейчас утрирую, ну, давайте так скажем, и наоборот параллельный перпендикулярный терапевт, очень велика вероятность дропаута, да, опять же, если сталкивались с таким, напишите, либо наоборот. И тогда человек, особенно в коучинге, это часто бывает, у нас есть такие модальности или конфессии в коучинге, называйте, как хотите, которые очень сильно погружены вот в эти метафорические исследования. А если мы говорим о бизнес-клиентах, с которыми я работаю, то они скорее предпочитают вот такие параллельно перпендикулярные, конкретные результаты ориентированной формулировки, деятельностно ориентированной формулировки и так далее, да, им очень сложно с такими коучами, например, работать. И получается, что если мы хотим усиливать свои компетенции, то для нас очень важно научиться гибко перемещаться по этому спектру в зависимости от того, что за клиент перед нами находится. То есть, если я легко порождаю метафоры, как терапевт, нужно ли мне своего клиента тянуть на свой уровень? Ну, вообще говоря, ответ непонятно зачем. То есть, если вы можете объяснить, для чего вам нужна эта интервенция, и вы можете договориться с клиентом, чтобы он тоже осознавал, что для него это будет выгодно, то тогда да, конечно. Но если это почему-то вот ваше желание, потому что вы не можете по-другому, то здесь, очевидно, вы, ну, как минимум, у вас есть зона роста в контексте ваших терапевтических навыков. И получается, что мы можем разделить использование метафор в терапии, в коучинге на две такие большие группы. Одна большая группа – это метафоры клиента. То есть, когда клиент нам говорит, что я вот нахожусь в тупике, и в каких-то ситуациях можно не уходить сразу из метафорического поля, да, а что конкретно у вас не получается из того, что вы делаете, да, а сначала поисследовать сам этот концепт тупика, да, что клиент там чувствует и так далее, да, и спросить, ну, расскажите об этом тупике. Как вы чувствуете, когда… Как вы себя чувствуете, когда вы находитесь в тупике? Что вы думаете, когда вы находитесь в тупике, да? На что у вас хватает сил или мотивации для того, чтобы в этом тупике вообще как-то существовать, да, что-то делать? То есть, это возможно. В некоторых случаях, наоборот, эффективным будет разрушить метафору клиента, сказать ему, ну, знаете, как в этом, в таком, в провокативном стиле, вот так вот на него посмотреть с разных сторон и сказать, правда, я вот что-то не вижу, вы вроде в кресле, а не в тупике. Да, и это тоже может быть для клиента полезным для того, для того, чтобы помочь ему войти в более такой плотный контакт с реальностью. Кроме того, это точно так же бывает полезным, например, при реструктуризации убеждений. Это бывает полезным при формировании поведенческих экспериментов, да, когда мы занимаемся предварительной оценкой потенциальной успешности этого эксперимента клиентом, потом рефлексии по поводу проведенного эксперимента и так далее, да. Вот, в общем, это одна часть. Работа с метафорами клиента. И здесь мы с вами не можем подготовиться в том смысле, что взять какую-нибудь книжку и по этой книжке изучить все клиентские метафоры, да. Очевидно, что, ну, откуда вы это сможете... Ну, вы это не сможете ниоткуда подчеркнуть, потому что каждый человек является уникальным источником своих метафор, хотя понятно, что мы используем какие-то похожие, но вот общего списка нет. Вот тут Мария пишет в комментариях, что это похоже на боевое НЛП, что, мол, вы не в тупике. Ну, нет, мне кажется, это не... Ну, точнее как, давайте так. Я не владею боевым НЛП, поэтому я не могу говорить, в принципе, за это направление. Если говорить о когнитивно-поведенческой терапии, то это один из инструментов сократического диалога, например, ну, или один из элементов реструктуризации, как минимум, или называть это провокативным методом. Но это именно техника метакогнитивная. Она просто выглядит таким образом, да, и можно, конечно, долго говорить о том, что вот вы используете это как метафору, а что на самом деле, да, и так далее. Но по факту же мы можем сократить себе путь, да, вопрос, нужно ли это. Если нужно вывести это на уровень метакогниции для того, чтобы клиент увидел, что он слишком много времени проводит в метафорах, и в том числе в негативных метафорах, там, меня придавило, меня задушило, там, я сдулся, там, и так далее, да, то тогда с этим можно поработать как с отдельным инструментом неэффективного мышления, да, что мы любим делать в КПТ. Но в некоторых случаях это не нужно, и достаточно такой короткой интервенции. И получается у нас есть одна такая группа навыков, которые нам важно владеть. Нам важно уметь распознавать метафоры, когда клиент говорит. Нам важно уметь, важно, да, я сказал, распознавать, да, ну, то есть видеть, что это метафора, а не какой-то просто поток текста. Уметь понимать, как эта метафора устроена, потому что у метафор есть еще своя внутренняя структура, да, мы сегодня не успеем об этом поговорить, как раз об этом я говорю в своем семинаре по метафорам, который уже довольно скоро стартует. Потом у нас есть компетенции, которые связаны либо с развитием этой метафоры, причем очень важно, да, что мы развиваем эту метафору не просто так. Мы это делаем с определенной целью, которая должна быть либо терапевтической целью, либо помогающей клиенту достигать его или ее жизненной цели, да, то есть нам нужно еще четко понимать, зачем мы эту интервенцию проводим, зачем мы продолжаем развивать метафору. И здесь очень много творчества, то есть вы используете не какие-то готовые решения из учебников, да, вы, ну, находитесь в неком сотворчестве с клиентом. Например, клиент говорит, я не могу никуда начать двигаться, пока не увижу точку B. То есть я не могу пойти туда, да, и вы расспрашиваете, а как вы должны себе, ну, как вы хотели бы представлять себе точку B, да, как вы поймете, что это уже происходит. Ну, вот человек описывает метафору, что, ну, вот это как карта, там вот я вижу, значит, там вот проложен маршрут, там видно, где все там повороты или какие-то там болоты или что-то еще. На этой карте четко есть расположение точки B. Ну, то есть мы, когда начинаем это интерпретировать, сразу можем подозревать, да, какую-то, ну, такую усиленную форму контроля, да, где-то, может быть, переходящую в гиперконтроль, там тревожность, ну, все вот это. И в этот момент, безусловно, опять же, мы можем работать классическими инструментами, можно их так назвать, не знаю, конкретной такой подробной концептуализацией заняться, да, там выяснять, что за этим стоит, какие эмоции, какие автоматические мысли, какие промежуточные убеждения, да, что для того, чтобы начать что-то делать, я должен представлять себе все будущие риски, да, ну, вот что-нибудь такое там может возникнуть, ну, и так далее. И мы можем предложить человеку, вот внезапно приходит в голову, предложить другую метафору и, там, сказать, могу ли я тебе предложить по-другому на это посмотреть? Как именно, да, спросит клиент. И мы скажем, представь, что ты живешь где-то, ну, вот в какой-нибудь там деревне, да, когда-нибудь давно, и ты знаешь точно, где находятся твои соседние деревни, где находится там Москва или ближайший там крупный город, неважно какой, там Казань, там какой угодно. Ты знаешь только по направлению. То есть вот тебе рассказывали, что там где-то, вот, если идешь на восток, там есть дорога, ты на нее, на эту широкую дорогу выйдешь, и там у людей спроси, и по этой дороге дойдешь. А может быть, ты собрался идти куда-то в сторону острова Буяна, про который вообще никто не знает, он есть где-то или нет на карте. Известно только, что он там на юге за семью морями. И получается, что у тебя возникает намерение и некое направление. И при этом куда поворачивать, куда двигаться, ты принимаешь это решение в какие-то отдельные нужные моменты, на каких-то развилках, где-то еще разными способами. Ты спрашиваешь у других людей, а как там вот в сторону Буяна острова пройти или в сторону Казани. Ты ориентируешься по сторонам света, ты смотришь там, где солнце, мох и так далее. Когда ты совсем не знаешь, куда идти, ты останавливаешься, и ты, значит, там стоишь на привале и так далее. То есть, что ты вот или как по незнакомому городу, когда ты ходишь, и тебе вот нужно куда-то прийти, и карты нет. Но сейчас сложнее, да, со смартфонами. Раньше было проще эту метафору использовать. И в этой метафоре сначала клиенту, может быть, сложно в нее переключиться, но это тоже про путешествия, да. То есть мы остаемся вот в этой метафорике движения из точки А в точку Б в физическом мире с использованием карты или при ее отсутствии, да. То есть здесь можно обсудить с клиентом, что вот ты находишься здесь в точке А, у тебя нет карты и никогда не может быть карты до вот точки Б, потому что это твоя точка, там никто не был. Тебе никто не расскажет полностью вот весь путь, как его пройти, да. И ты там не был. То есть тебе реально нужно оказаться как вот первопроходцу где-то в тех местах, где ты никогда не был. Очевидно, что ты эту карту никогда не сделаешь такой, какой ты хочешь. Ну, опять же, да, это не мы говорим клиенту, а там в диалоге это выясняется. Вот такой пример, да, как мы можем развивать, разворачивать, переворачивать метафоры клиента. Есть вторая большая группа практик и навыков использования метафор. Это метафоры терапевта. Это, скажем так, заготовленные метафоры. Те метафоры, которые вы узнаете на образовательных курсах, делитесь друг с другом какими-то своими профессиональными фишками или решениями. В какой-то момент у вас метафора возникает в практике, она классно срабатывает. Ну, просто взбрела в голову какая-то очень хорошая метафора про когнитивную модель или про поведенческую активацию или там про что угодно. И вы начинаете использовать эту уже готовую, подготовленную метафору, например, для психообразования в других ваших сессиях с другими клиентами. И это другая немножко история, которая по большому счету требует насмотренности, продолжительности опыта и в целом изучения, накопления знаний. На эту тему на русском языке есть как минимум три книги. Я вам их тоже покажу, чтобы вы пользу отсюда взяли, потому что у нас эфир. И три книги изложить за один эфир невозможно. Вот если мы говорим про КПТ классический, то это Оксфордское руководство, Ричард Стот и коллеги. Вот оно вот так выглядит. «Метафоры в когнитивно-поведенческой терапии. Создание когнитивных связей». В общем, очень рекомендую. Здесь в этой книге прямо есть главы. Сначала первые, да, там исторические корни теории концептуализации, клиническое использование, принципы формата, контекст КПТ. А дальше начинается депрессия, отдельная глава тревожные расстройства, отдельная глава биполярные расстройства, перепады настроения, следующая глава психоз, следующее расстройство пищевого поведения. То есть вы можете для себя расширить ваш профессиональный репертуар, ваш профессиональный сундучок с инструментами, сложить еще некоторое количество, которые вы сможете почерпнуть из этой книги. Как вы заметили, да, сейчас была метафора сундучка. Вторая книга – это тоже по КПТ, но такому третьей волны. «Метафоры в терапии принятия ответственности. Практическое руководство». Это «Стоддарт» и «Афари». Здесь, естественно, да, речь идет в контексте гексофлекса. Ну, если кто-то не изучал терапию принятия ответственностью, извините. Вот. Ну, в общем, здесь есть отдельные наборы, да, по принятию, когнитивному разделению, что очень полезно, осознание настоящего момента, я-контекст, ценности, проактивность и всякие разные приложения с упражнением. То есть тоже, пожалуйста, если вы практикуете или используете элементы из ТПО, из ЭКТО, да, это одно и то же, то пользуйтесь. И, наконец, прекрасная книжка, которую тоже рекомендую почитать. Хотя Никлас Торнаки, если мне не изменяет память психоаналитик, ну, по крайней мере, психоаналитическая подготовка, я могу тоже врать, да, хотя предисловие Стивена Хейса, наверное, я вам вру, да, поэтому лучше будет тоже уточнить этот момент. Метафора в практике психотерапевта. Применение лингвистики в психотерапии. Никлас Торнаки, доктор медицины. Как раз-таки предисловие Стивена Хейса. Здесь, ну, кстати, да, во всех книгах очень богатый ссылочный материал, то есть там по 200 с лишним ссылок на статьи, на публикации, на научную литературу, да, то есть я вам показываю не художественные книги, это наши с вами профессиональные инструменты. И здесь Торнаки очень здорово рассказывает про то, как использовать и в каких случаях использовать метафоры клиента, а также говорит о метафорах как терапевтическом средстве. Ключевые стратегии использования метафор, ну, он говорит о теории революционных фреймов, да, и здесь тоже во многом это с терапией принятия ответственности пересекается. Создание метафоры для функционального анализа, развитие позиций внутреннего наблюдателя, выбора жизненного пути, да, примеры здесь, кейсы, метафоры, практические упражнения. Вот. Это если говорить про конкретную, да, метафорику. Здесь вот возникает вопрос, точнее возникал вопрос, да, услышать проверенные рабочие метафоры в коучинге, ну, наверное, в коучинге и КПТ-контекстах. Проверенные рабочие метафоры, да, вот берете книжки и их читаете в зависимости от того, для каких конкретно целей в работе с какими конкретно нозологиями вам нужны метафоры. Да, это я Инге отвечаю, вот, которая оставила этот вопрос, ну, и, может быть, да, вас тоже это интересует, коллеги, кто слушает, кто смотрит запись. Как яркий пример тех метафор, которые вы уже 100% знаете, да, ну, если вы изучали КПТ или практикуете в нем, это название когнитивных искажений, да, черно-белое мышление, мысленный фильтр, да, это все очевидно, очевидно метафоры. И тут вот очень интересный момент, он мне всегда нравится на наших занятиях, как раз по метафорам, да, когда я провожу курс, задать вопрос, вот, мысленный фильтр, да, представьте себе, ну, эту метафору, да, ну, мы знаем, что это такая ошибка мышления, да, воспринимать и сохранять в памяти только те утверждения, которые подтверждают наши предыдущие интерпретации, да, там, негативные, например, только подтверждения находить, там, я не знаю, каким-то своим проявлением или тому, как мир со мной взаимодействует. Но если говорить именно о метафоре, да, представьте себе этот фильтр сам, вот, мысленный фильтр, да, если представить его как образ какой-то, вот, как картинку. Как этот фильтр выглядит для вас? Что это за фильтр? Тоже, да, не буду долго дожидаться ответа в комментариях, но вы напишите, потому что, если я скажу, то вы мне не поверите, что вы представили как минимум три, а то и четыре разных фильтра. Вам кажется, что все представляют этот фильтр так же, как вы, а по факту у вас все представления о нем довольно разные. Потому что кто-то себе представляет фильтр как фильтр кофе в этом самом, ну, в кофейной машинке, который через себя пропускает только воду и не пропускает, ну, более крупную фракцию, да, молотого кофе, кто-то себе представляет, ну, что-то вроде такого отбора, то есть, как там конвейерная лента, по которой едет, значит, там какая-то порода, там, или камни, и там, значит, идет такая сортировка, да, одни камни в одну сторону, которые, там, подходящие, а точнее, не подходящие, там, какие-нибудь, не знаю, золотую руду, там, в другую сторону, да, такая фильтрация происходит. Кто-то говорил про водный фильтр, я не помню, как конкретно эта метафора работала, да, но вот для кого-то он был такой. И если мы всмотримся в использование вот этой разной метафорики, то мы сразу понимаем, что наш клиент, вообще говоря, скорее всего, будет себе представлять не тот мысленный фильтр в виде образа, который представляем себе мы. Это неплохо, нехорошо, но это довольно курьезный случай, и в каких-то случаях вы можете столкнуться с тем, что когда вы предлагаете клиенту некую метафору, а потом говорите, а вот теперь давайте посмотрим на ручечку этого чайника. Клиент такой, ну какую ручечку? У моего чайника нет никакой ручечки, у него там что-нибудь другое. Ну, я сейчас на уровне фантазии об этом говорю. И, конечно, все это отдельные небольшие такие нюансы, да, но несмотря на то, что это отдельные небольшие нюансы, из них складывается наш профессионализм. И, конечно, да, на каких-то этапах хочется... Дайте мне конкретную метафору, которая работает. Да, вот мы берем, открываем Оксфордское руководство и там смотрим, вот социофобия, да, или там ПТСР. Что для этого в работе с ПТСР необходимо характеризовать специфический характер травматического воспоминания, когда там... Ну, как будто бы событие только что возникло, да, воспоминание легко запускается в сознании, вне контроля, находится в необработанном состоянии, не притупляется с течением времени и так далее. И одна из таких метафор – переполненный кухонный шкаф. Шкаф, представляющий собой память, обычно в целом хорошо организован и упорядочен, дверцы его закрыты. Если необходим какой-то предмет, дверь осторожно открывают, предмет извлекают. Это соответствует добровольному доступу к памяти. Однако в случае травмы происходит повторяющаяся автоматическая активация памяти, как будто внезапно, неожиданно, кто-то сунул вам в руки огромную массу кухонной посуды. С криком «Уберите ее быстро!» Вы пытаетесь запихнуть ее в кухонный шкаф, но предметы не вмещаются, дверцы открываются, посуда выпадает из шкафа. Вы снова пытаетесь поспешно набить предметами шкаф, но то же самое происходит снова и снова. Что должно быть сделано, чтобы разорвать этот повторяющийся цикл? Конечно, предметы нужно вынуть, сложить тщательно и, наконец, упорядоченно вернуть их в шкаф. Вот, да, как один из примеров, понятно, что вот этот набор разных метафор на разные случаи жизни – это такая вот подборка того, что работало для разных специалистов, да, и они делились по этому поводу опытом. Если говорить о тех научных знаниях, которыми мы располагаем относительно метафор, конечно, у нас нет достаточного объема данных и вообще вряд ли можно так, ну, точнее, непонятно, как именно поставить эксперимент таким образом, чтобы можно было сказать, вот конкретно в этом случае, да, там на выборке из 100 человек, 50 мы предъявили вот такую метафору, а другим 50 мы предъявили другую метафору и результат значимо отличался, да, поэтому вот такая метафора работает лучше, чем вот такая. Ну, пока что мы не умеем так делать. У нас недостаточно ученых, которые бы этим занимались, недостаточно ресурсов для того, чтобы вот провести такие исследования. Но в целом, опять же, повторюсь, вот там те книги, которые я показал, они в целом опираются на наилучшие научные данные, которые есть у нас на сегодняшний день. Поэтому очень важно относиться к тому, о чем я вам сегодня рассказываю, буду рассказывать на нашем курсе из пяти встреч по метафорам, да, что научная обоснованность – это не всегда жесткое доказательство, да, вот иногда говорят, ученые доказали. Ну, на самом деле ученые ничего доказать не могут, ученые могут предоставить свидетельство. Доказать могут математики, к которым я тоже в свое время относился. Но одно дело доказать, да, а другое дело обосновать. Или предоставить свидетельство. Вот у нас достаточно много свидетельств, которые указывают на то, что метафоры в терапии сокращают срок терапии, просто потому что позволяют быстрее концептуализировать какие-то вещи, быстрее реструктурировать какие-то вещи. И это ровно наши два основных процесса в процессе когнитивно-поведенческой терапии. То же самое происходит в коучинге, потому что в отдельных случаях, не во всех, но тем не менее в отдельных случаях, коучу достаточно использовать метафору как некий знак, который указывает на довольно большую когнитивную сеть клиента, которую не нужно долго словами объяснять, а можно просто указывать на это метафоры. То есть клиент говорит, там у меня внутри красный шар. И дальше можно пользоваться этой концепцией красного шара. Я несколько раз сегодня упоминал наш курс, наш семинар, давайте его так назовем. Правильнее его называть именно семинаром, наверное. Меня Анастасия поправит, если я что-то неправильно говорю в чатике. Я надеюсь, что сбросит ссылку. Значит, это пять занятий. Стоимость на сайте указана сразу за пять занятий. Соответственно, на этих пяти занятиях мы с вами пройдем буквально за ручку по шагам, причем с практикой. То есть сначала мы с вами научимся распознавать метафоры. Потому что, как вы, может быть, сегодня заметили, это не самая простая задача, а метафор оказывается очень много. И просто в повседневной речи, и в том, что нам говорят клиенты. Если вы уже практикующий психолог или коуч, я надеюсь, что вы практикуете, то есть этот семинар хорошо ложится на вашу относительно регулярную практику, чтобы вы за эту неделю между двумя встречами успели на конкретном клиенте взять и понаблюдать за метафорами, например, или обнаружить это, или использовать какие-то механики уже непосредственно в работе и получить для себя обратную связь. Но если у вас еще нет плотной клиентской практики или, в принципе, немного, то вам все равно будет этот семинар полезен, потому что там будут еще промежуточные домашние задания, которые можно будет выполнять. Ну и в целом вы для себя очень хорошо структурируете, осознаете и наработаете навык вообще вот этого контакта с метафорическим языком. Значит, мы учимся распознавать метафоры, мы учимся работать с метафорами клиента и как раз там осваиваемся эти компетенции развития метафоры, разрушения метафоры, переворота метафоры и так далее. Мы с вами разбираемся, как, когда, в каких случаях с вниманием к чему нужно относиться при использовании терапевтических метафор. Мы с вами поговорим о сложных случаях. Еще одно занятие, и я уверен, что это вам будет интересно, и я сто процентов знаю, что это будет полезно, потому что это один из элементов развития осознанного отношения к использованию метафор. Это чистый язык. Я не знаю тоже, насколько вы знакомы с этим понятием. Если вы знакомы, напишите в комментариях. Чистый язык – это такой подход, ну там чистый язык, возникающее знание, emergent knowledge, разработанный психотерапевтом Дэвидом Гроуэм, новозеландским. Он наполовину маоре, и, ну, в общем, довольно много этой культуры в себя впитал, к сожалению, покойный уже Дэвид Гроуф. И он разработал такой подход чистого языка, который предполагает вообще минимальное привнесение содержания помогающего специалиста в содержании потока сознания или того контекста, который произносит клиент. То есть чистый язык, получается, направлен на совершенно не привнесение новых смыслов, но исследование того метафорического ландшафта, который порождает сам клиент. Оказывается, возможно, для когнитивно-поведенческих терапевтов это будет открытием или сюрпризом, что человек способен и без этого, в общем-то, довольно много внутренней работы проделать и прийти к значимым позитивным изменениям. То есть нам не нужно человека в каких-то случаях психообразовывать долго и обстоятельно, я не знаю, расписывать всю концептуализацию и что-то еще такое. Оказывается, иногда достаточно задавать своевременные вопросы при исследовании метафорического ландшафта. Поскольку я не являюсь подготовленным, сертифицированным преподавателем чистого языка, то здесь мы не будем в него погружаться подробно. Но одно занятие будет посвящено ему, и мы с вами потренируем базовый вопрос чистого языка, и вы увидите, как это непросто не привносить свои метафоры. И это как раз даст вам возможность при необходимости научиться более гибко перемещаться между этими двумя спектрами, двумя краями спектра, прошу прощения, вот этого полностью метафорического языка, и языка, в котором вы метафоры не используете или используете только метафоры клиента. эти пять тем, с которыми мы с вами будем работать, они взаимно дополняют и усиливают друг друга так, чтобы после этого семинара вы вышли людьми, которые могут сказать, да, я понимаю, что я использую, я понимаю, как я пользуюсь метафорами, я понимаю, как я работаю с метафорами клиента, и я умею это делать. Вот цель, да, она именно в этом, и этот курс, прошу прощения, семинар, да, по метафорам я провожу, боюсь соврать, то ли третий, то ли четвертый раз. Мне кажется, уже четвертый. И всегда у нас очень хорошие отзывы, вот, потому что, ну, в общем, опять же, да, ну, я надеюсь, да, что это научный подход и такая методологическая структурность дает нам возможность действительно помочь вам вот эту цель добиться, да, понимания и владения навыком. Соответственно, о теории мы немножечко поговорим там в начале, а дальше мы будем переходить ко всяким практическим вещам. Так, я тоже смотрю здесь в комментарии, да, там были вопросы из какой категории клиентов и запросов удачно будет интегрировать и использовать, да, ну, вот здесь правильно тоже звучит ответ, да, что при ряде психических расстройств и органики метафоры будут неуместны, безусловно, да, у нас здесь курс не про использование метафор, семинар, не про использование метафоров в психиатрии, да, или там в тяжелой клинике, мы все-таки будем говорить скорее о психотерапии и психологическом консультировании. То есть, если мы говорим как-то выражаясь словами нашей старой гвардии, да, о невротическом спектре, вот, ну, или, в общем, все, что идет до пограничного расстройства личности, ну, или вообще расстройства личности, то, в общем-то, вот с этой категорией метафор и с любыми категориями запросов метафоры интегрируются удачно. Опять же, в зависимости от того, да, насколько клиент комфортно относится к использованию метафор. Здесь просто вопрос, какие, опять же, вы будете использовать метафоры более яркие или менее яркие, но если вы будете использовать только метафоры клиента, когда клиент их порождает, то здесь вообще никаких проблем, никаких вопросов обычно не возникает. поэтому, в общем, спектр применения довольно широк. Вопрос про коучинговый подход и психотерапевтический, да, к сожалению, это не тема нашей сегодняшней встречи. Я вам рекомендую посмотреть, там можно поискать на канале Ассоциации когнитивно-поединенческой психотерапии, есть плейлист по коучингу, и там есть записи наших встреч, семинаров, да, на которых мы об этом более подробно излагаем и даже разные точки зрения. Вот. Можно набрать Алексея Ёжиков, найти мой канал, и там тоже есть плейлист о коучинге, там тоже можете посмотреть, что я думаю по этому поводу. Так, вроде бы я больше вопросов не вижу. Коллеги, пожалуйста, если есть какие-то еще вопросы по курсу, да, пожалуйста, напишите, потому что, ну, действительно, я сам, в общем, горжусь этой программой, и не могу это сказать абсолютно не без задней мысли, без какой-то, да, потому что в целом для меня очень важно подойти к таким вопросам, которые точно возникают в работе почти каждого психотерапевта, психолога, консультанта или коуча, но при этом с ними работают как будто бы по наитию, а на самом деле в международной научной литературе существует довольно большой корпус четких данных по этому вопросу. Конечно, никогда эти вопросы не бывают полностью исследованы, да, уже там до конца, и все, дверь закрыта на замок. Метафора. Но, тем не менее, большой корпус данных существует. И вот из тех семинаров, которые я провожу, метафора, да, это один из таких, которые пользуются популярностью. Это семинар, который я в прошлом году провел первый раз, тоже хорошие были отзывы по использованию сновидений в когнитивно-поведенческой терапии. Тоже следите за новостями, он тоже скоро будет запущен, там где-то в конце осени. То есть, может быть, для вас это открытие, да, но мы можем использовать материалы сновидений, и даже более того, должны использовать материалы сновидений, не только в психоанализе, но и в КПТ. И более того, есть довольно конкретные механики, техники, которые, в общем, достаточно хорошо исследованы. Тоже еще один из таких вопросов, по которым пока что я еще не проводил занятия, но, в общем, планирую сделать курс, это работа с духовностью, религиозностью. Это научный концепт, как бы ни странно это звучало, да, он по-английски так и называется, spirituality, и религиозность, S, слэш R, и тоже, да, довольно много есть информации на тему того, как это использовать в КПТ. Почему это важно? Потому что и метафоры, и содержание сновидений, и убеждения, связанные с духовностью, и религиозностью, а также поведение, связанное с этими концепциями, это когнитивно-поведенческие конструкты, да, то есть, если это когниции, то мы можем с ними работать, чтобы это давало эффективный вклад в достижение терапевтической цели. И именно поэтому для меня очень важно, чтобы мы с вами все вместе, да, как комьюнити, учились структурно, осознанно этим пользоваться, опираясь на современные научные знания. Вот, поэтому курс по метафорам, он вот ровно в этом же... Ну, извините, я все время с семинара на курс сваливаюсь, в общем, семинар. По метафорам, да, он вот мной построен в этом же контексте. Вижу тоже вопрос, насколько уместно будет пройти курс в августе, если я сейчас еще только учусь на программе по КПТ. В целом, естественно, да, это курс по повышению квалификации. Но, тем не менее, мы там не используем никаких... никаких концептов, никаких знаний, которые требовали бы от вас что-то большего, чем знания базовой когнитивной модели. То есть, если вы понимаете ее, умеете с ней работать, понимаете в целом, что такое концептуализация и реструктуризация, если вы понимаете когнитивную модель в контексте автоматических, промежуточных и глубинных убеждений, да, если вы там начинали уже читать учебник Джудит Бэк, то это точно сработает. Поэтому здесь смотрите по вашей загрузке. Это вам... ну, по содержанию вашей головы вам это точно никак не помешает, да, это такая дополнительная информация к тому, что преподается на базовом и на продвинутом курсе по КПТ. Вот, надеюсь, ответил. Поэтому, если вас заинтересовало, то что, зря время терять. Можете сейчас. Если это слишком много в параллеле, да, то, пожалуйста, будьте аккуратны. Инвестируйте только то время и средства, которые у вас сейчас есть и которые вы можете инвестировать. Дорогие коллеги, есть ли еще у вас какие-то вопросы, на которые имело бы смысл ответить, как по использованию метафор, ну, в том кратком изложении, да, которое я сегодня успел проделать в таком формате эфира без слайдов или по семинару, который предстоит. так, ну, пока вы пишете, вопросов не вижу, да, тогда в завершение скажу коллеги, если вам было полезно, подписывайтесь на меня везде, где только можно, меня можно найти по имени Алексей Ёжиков в инстаграме, значит, у меня есть канал в телеграме, да, вот здесь, где вы находитесь, моей школы коучингового мастерства SCBBC, SCBBC, вот, можете найти тоже поиском, ВКонтакте, в Фейсбуке, в общем, меня везде легко найти, в Ютубе тоже, да, подписывайтесь на мой канал, кроме этого, подписывайтесь, ну, на канал Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Терапии вы уже подписаны, если вы еще не подписаны, подпишитесь на канал, собственно, нашего института МИРКПТ, в котором, в рамках которого и происходит это обучение, и сертификаты, от имени которого вы получаете вместе с документами государственного образца повышения квалификации. Вот, опять же, если на Ютубе не подписаны на канал АКПП, то тоже обязательно подписывайтесь, там много полезного, интересного, в том числе и по коучингу, и по психотерапии, понятное дело. Что еще я вам не порекомендовал? Ну, наверное, лайк, шер, ретвит, да, если вы знаете коллег, кому будет интересен курс по метафорам, он же семинар, все у меня сегодня это знак равенства между ними, то тоже, пожалуйста, делитесь, мы будем благодарны, и коллеги точно будут благодарны за этот подгон или за эту рекомендацию. Вот, тогда вопросов у нас, пока я тут конферанс, да, такой небольшой произвел, вопросов у нас не появилось, тогда я бы предложил на сегодня заканчивать, спасибо вам огромное, если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, можете мне лично написать в Телеграме, да, Алексей Ёжиков, меня легко найти. Тогда до новых встреч, и я надеюсь, что до встречи на семинаре по метафорам в психотерапии и коучинге когнитивно-поединических, буду рад поделиться с вами всем, что знаю и умею. Все, на этом всего доброго, вам отличного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok